СМИ США, крайне важно, чтобы Путин проиграл. И на СМИ, Россия. 3 апреля 2018 года. Как оболгать Россию американские СМИ, четко ориентируясь на своих политиков, лгут откровенно и бесстыдно. Категоричность суждений, запредельна, напоминая пропаганду 60-х и 70-х годов прошлого века. Господин Путин полностью перенял старое отвращение Кремля к тому, чтобы признавать когда-либо свои неправомерные действия. Будь то расстрел малайзийского авиалайнера или убийство Александра Литвиненко, или захват Крыма, или война на востоке Украины, или кибервмешательство в западные выборы, или допинг олимпийских спортсменов. Или использование смертоносного химического оружия с целью отравить двойного агента и его дочь в провинциальном английском городке. Это написано не бульварной газетой, а редакцией New York Times, 30.03. И вот как пафосная статья заканчивается, бывший агент КГБ в пути не может счесть недопустимым, что перебежчик комфортно живет в Великобритании, но ему необходимо дать понять, что Запад объединится в ярости, да, включая Америку Трампа, когда самое страшное оружие России развернуто в мирном английском городке. При этом редакторы постоянно пропускают в статьях слово «вероятно», забывая или не зная, что оно не является синонимом слова «доказано». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее правительство утверждают, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены одним из невероятно мощных нервно-паралитических веществ, известным под названием «новичок» и разработанным советскими учеными в 1970-е и 1980-е годы. Британцы говорят, что у них имеются неопровержимые доказательства, что Россия, вероятно, стоит за этим нападением, и, вероятно, Владимир Путин лично дал разрешение на это покушение. Нью-Йорк Таймс, 29.03 Агрессия и ложь по отношению к России в больших СМИ США доходят до того, что некоторые, способные еще рассуждать здраво, американцы признают, в менее значимых по сравнению с Нью-Йорк Таймс изданиях, у нас больше никогда не будет честного разговора о России, не ойшнул ревью, 28.03. Публично о России говорят как о призраке, включенном в западную сюжетную канву. Она преследует Запад. Она – двигатель любого нежелательного политического события, указывает в этом журнале Майкл Бриндан Дауэрти. Россия служит символом западной неуверенности в себе во всех ее проявлениях. Наверное, когда-нибудь мы снова узнаем, что Россия – это просто страна со своими интересами. Другой автор в журнале Foreign Policy, 29.03, заявил, комментируя обвинение в адрес России со стороны Терезы Мэй, что на этот раз Даунинг-стрит решила осудить Путчина, даже не потрудившись выдвинуть подтверждающие доказательства. Однако без тени смущения Вашингтон-Пост, 02.04, например, перебрасывает придуманную британцами провокацию из больной головы на здорово. Для россиян этот случай является таким же стандартным, шаблонным, как и для британцев и их западных союзников – отравление скрипалей. Это яркий пример того, что русские называют провокацией. В данном случае Россия обвиняет британское правительство в совершении нападения на скрипалей с целью дискредитации правительства Владимира Путина перед президентскими выборами, состоявшими с 18 марта. При этом ведущие издания частенько пропускают объективную информацию. После того, как британские исследователи прочесали часы и записи с видеокамер безопасности и поговорили с сотнями свидетелей, они заявили, что нервно-паралитическое вещество, использованное для отравления бывшего русского разведчика и его дочери, было нанесено на входную дверь их дома, сообщила Wall Street Journal, 28.03. Точка полиция не высказалась по поводу того, как или кем был доставлен яд. Позже носителям яда объявили гречку, привезенную из Москвы, примечание редакторов. Точка но эти факты не подвигают к объективной оценке общей ситуации ни авторов, ни редакторов СМИ. Никого в честном журналистском сообществе США не волнует, что следователи до сих пор не закончили работу, ведь Тереза Мэй уже называла виновных. Высылка Америка и так называемых российских дипломатов является уместным ответом на наглую российскую атаку на Скрипаля и его дочь. Так выражается не штатный газетный пропагандист, но, научный сотрудник исследовательского центра Defense Priorities, Defense Priorities, на сайте телеканала Fox News, 02.04. По его мнению, на повестке дня находится мир с помощью силы, а также проведение жесткой линии в отношении Путина. Однако управление российским ослаблением требует предоставления ей возможности немного подышать, чтобы она могла тихо войти в ночь, без особого шума. Попробуйте найти в наших ведущих изданиях подобное хамство по отношению к американским дипломатам и Америке в целом, вряд ли получится. Как наказать Россию откровенная болга в страну? Честные американские журналисты рассуждают о том, как еще можно наказать Россию, политика, 28.03. На прошедших днях разве что совсем никудышные американские журналисты не размышляли на эту тему. Секретный план Путина – разделить и завладеть Европой. На полном серьезе писал журнал Newsweek, 29.03, давая советы, как за это намерение овладеть Европой и надо Россию наказать. Wall Street Journal, 28.03. Посол США в России Хансман заявил в среду, что США и их союзники не исключают конфискацию российских активов за рубежом. Лос-Анджелес Таймс, 29.03. Пришло время найти на Западе деньги Путина, заявил Андерс Аслунд в Вашингтон-Пост, 29.03, заверив публику, что с состоянием более чем в 200 миллиардов долларов Путин сегодня является самым богатым человеком в мире. Автор, правда, прикрыл стыд, сославшись на то, что по счету богатства Путина сделал известный жулик Билл Браудер. Аслунд называет его бизнесменом, ведь на Западе нет жуликов. Слишком много стран слишком долго помогали представителям ближайшего окружения господина Путина обогащаться. Этому необходимо положить конец. Точка сейчас крайне важно сделать так, чтобы Путин проиграл. Мы не можем заставить Путина отказаться от его конфронтационных планов, но мы можем существенно их изменить, оказывая на него коллективное давление. И именно здесь нам и нужна дипломатия, писал Уильям Бернс в New York Times, 01.04. Забыл, наверное, что дипломаты Западу не нужны, ни свои, ни наши. Включите Россию в список стран-спонсоров терроризма, призывала политиков редакция журнала Weekly Standard, 02.04. Ликвидировать российское влияние в Европе Россия нанесла тяжелый дипломатический контрудар, заявив в четверг, что она выдворит 60 американских дипломатов и десятки других западных посланников в ответ на массовое скоординированное выдворение русских, объявленное на этой неделе Великобритания и ее союзниками, включая Соединенные Штаты. Российская ответная мера, включающая закрытие консульства США в Санкт-Петербурге, охладила отношения Москвы с Западом еще больше, почти до уровня времен Холодной войны, констатировала Лос-Анджелес Таймс, 29.03. Российский ответ также нанесет удар по возможностям Запада осуществлять шпионаж в России. США и их союзники также используют дипломатическое прикрытие для своих шпионов, признала Нью-Йорк Таймс, 29.03. Лавров заявил, что Россия призывает к проведению 4 апреля специальной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, ОСХА, для обсуждения ситуации, налаживания диалога и постановки конкретных вопросов по поводу отравления скрипали и предполагаемого использования новичка. Если западные страны уклонятся от участия в диалоге через ОСХА, заявил он, это докажет, что обвинения в адрес Москвы являются не более чем наглой провокацией. Он также сказал, что ОСХА может подтвердить только используемое вещество, а не утверждение Великобритании о том, что за этим стоит Россия, указала Вашингтон-Пост, 29.03. При этом издание констатировало, Россия потребовала, чтобы Британия передала образец вещества, использованного при отравлении, для анализа, и потребовала доступа к Юлии Скрипаль, гражданке России. Великобритания не уступила ни одному из этих требований. Оценку действием Великобритания газета не дала. Значит, одобряет. Россия выдворяет более 50 британских сотрудников депмиссии, усиливая напряженность между Кремлем и Лондоном, сообщила те же газета позже, Вашингтон-Пост, 31.03. Более 50 британских дипломатов и технических сотрудников будут высланы из России, заявил российский МИД в субботу, утверждая, что этот шаг установит паритет в депредставительстве России в Великобритании. Не меньшей загадкой остаются и дальнейшие действия. Какой-нибудь другой американский президент, нацеленный на ликвидацию российского влияния в Европе, уже начал бы продумывать долгосрочный ответ Москве. Такой президент уже сотрудничал бы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Макроном и Меркель, которые теперь полностью осознают опасность российского политического вмешательства, отметила Энн Эпплбаум в Вашингтон-Пост. 31.03. Что дальше, саммит в Вашингтоне. Кремль заявил в понедельник, что президент Трамп пригласил президента России Владимира Путина в Белый дом во время их телефонного разговора в прошлом месяце, хотя как Кремль, так и Белый дом заявили, что далеко не уверены в этой встрече. Мы, вероятно, соберемся в не слишком отдаленном будущем, чтобы обсудить ситуацию с гонкой вооружений, сказал Трамп 20 марта. Ни одна из сторон не объявила о конкретных деталях, включая дату или место, указала Лос-Анджелес Таймс, 02.04. Леон Арон, директор по русским исследованиям в Консервативном Американском институте предпринимательства, Американ Интерпрессии институте, сказал, что просто ошеломлен сообщением о том, что Трамп так охотно предложил встречу в Белом доме. По его мнению, такие саммиты должны предлагаться только в качестве награды, сообщила Вашингтон-Пост, 03.04. Газета предоставила слово и бывшему послу США в России Майклу Макфолу, который сказал, что Трампу имеет смысл встречаться с Путиным только в том случае, если такой саммит окажет давление на обе страны, чтобы достичь какого-то ощутимого результата в национальных интересах Америки. То есть из этого можно сделать вывод, российские интересы в Америке никого не интересуют. Издание также приводит мнение Алины Поляковой из института Брукингса. Трамп, похоже, не понимает политических последствий, предлагая такую встречу. Он склонен раздавать подобные приглашения в Белый дом, как будто это приглашение на ужин. Она истолковала решение Кремля поделиться этой информацией как способ доказать, что, несмотря на то, что Соединенные Штаты изгнали десятки российских дипломатов, для Путина все еще открыта дверь в Вашингтон. Субтитры создавал DimaTorzok